Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто зрители моего канала, для кого небезразлична дальнейшая судьба, дело Влада Бахова. С вами я, принц Юриэль. И поговорить я сегодня хотел о недавно случившейся такой неприятной ситуации, которая, в общем-то, произошла со мной. Ну, как произошла со мной? Не то чтобы со мной она случилась, случилась она с человеком, который для меня небезразличен, с которым я общаюсь и с которым меня связывает, ну, не могу сказать, что я дружба, хотя действительно формально мы являемся друзьями ВКонтакте, действительно мы как друзья, но в первую очередь нас связывает именно то, что мы единомышленники по делу Влада Бахова. Вот. А как вы знаете, для меня чужие проблемы, чужие какие-то отчаяния, трудности становятся как своими. То есть, в общем-то, чужая боль становится моей собственной. Ну, такой я парень, который принимает все близко к сердцу, который через себя, наверное, многое пропускает, вот, потому что я тонко чувствующий человек и, в общем-то, сопереживающий. И вот, собственно, такая, ну, как бы неприятность случилась вот с девушкой, которая, в общем-то, является блогером, блогершей по делу Влада Бахова, которая также является, которая также пытается добиться правды, справедливости, добиться какой-то вот действительно такого расследования хорошего, да, который пытается, в отличие от тех вот недавно слившихся Будда Гришны и, так сказать, Ивана Кузьминова, который вот я вообще просто разочарован, вот, девушка, это действительно пытается, вот, действительно добиться какой-то правды, вот, очень смелая, мужественная. Зовут ее Людмила Эль-Шурбаги, я думаю, что многие из вас ее знают, но те, кто не знает, вот, я вам скажу, очень хорошая блогерша. Вот, кстати, фамилия у меня очень редкая и такая довольно красивая, потому что вот, действительно, я рыскал недавно в гугле и искал фамилию Эль-Шурбаги, и я, ну, вы знаете, не нашел никаких аналогов, потому что, ну, действительно, очень редкая фамилия. Но, поскольку я интересуюсь филологией и этимологией, то есть наукой о происхождении слов, то я могу сказать, что вот эта фамилия происходит от древнееврейского Эль, вот эта приставка, префикс Эль, это Элохим, производная, это как божественный, там, значит, высший, богатый. И, кстати, божественный и богатый, это слово, кстати, очень такое, этимологически родственниками является, то есть однокоренное. Вот, ну, что-то, в общем, древняя фамилия, очень красивая. Ну, и сама девушка действительно очень приятная и красивая. Вот, расскажу я немного, вот, предысторию, да, как мы с ней познакомились. То есть совершенно случайно, совершенно случайно. Как вот, дело в том, что я когда как-то пытался вот сформировать свою вот эту группу ВКонтакте, здоровомыслие, то есть это мое собственное социальное движение, то есть там на разные темы, но в том числе дело Влада Бахова, поднимается актуальная тема. И я пытался эту группу, ну, раскрутить. Ну, в принципе, я это не скрываю, в принципе, потому что, ну, как иначе. Действительно, я набирал друзей, я добавлял из групп, из разных групп, посвященных делу Влада Бахова, себе в друзья добавлял. То есть, ну, как, чтобы как-то общаться, да, потому что я парень, которому не хватает общения, да, все-таки. Мне хотелось бы как-то больше иметь единомышленников, как-то больше поделиться, больше как-то создать вот этот резонанс, да. Ну, и, соответственно, я пытался их добавить в друзья и впоследствии уже в группу вот эту, в свое здоровомыслие как бы пригласить. И вот потом как-то, действительно, я, когда уже изучал видеоролики на Ютубе, я обнаружил, что есть такая Людмила Ишебаги. Оказывается, что она у меня в друзьях ВКонтакте. И вот, собственно, вот так и, можно сказать, случайно мы стали друзьями. Потому что я впоследствии стал к ней обращаться в трудную минуту, когда там, допустим, мне поступали угрозы, я с ней советовался, как вот поступить лучше в той или иной ситуации. Вот как вот здесь, действительно, она мне помогала. Спасибо, Людмила, вам большое, что вы действительно мне помогли. И как бы очень вам признательно за это. И вот недавно, буквально совсем как бы на днях, наверное, может быть, дня три назад, четыре, я как-то сбился, потому что я даже сегодня, по-моему, 10 апреля, да, ну, по-нашему времени, по крайней мере, 10-е, может, для кого-то 9-е еще пока, вот кто живет там на Западе. Так вот, хочу сказать следующее. Меня добавил кто-то в чат, совершенно случайно. Ну, в чат именно по делу Влада Бахова. Ну, как бы добавил меня в чат, ну, в принципе, я согласился, потому что, ну, знаете, я парень вообще безотказный по жизни, да, то есть как бы я как бы не умею говорить «нет». То есть, ну, я могу иногда сказать «нет», но в порыве гнева там или еще чего-то, когда уже, знаете, гром грянет, да, когда уже, как говорится, ну, рак свистнет. Но, ну, в принципе, добавила меня какая-то вот девушка, барышня, ну, в группу, посвященную Владу Бахову. И, ну, я думаю, ну, там действительно обсуждается, как бы наказать убийц, как бы наказать вот тех виновных, потому что, ну, как бы, ну, я не мог подумать, я парень очень доверчивый, парень очень такой, знаете, неразборчивый в людях, да, как бы это у меня с детства, ну, просто, не знаю, я в такой семье родился, вот такой атмосфере, что, как бы, в общем, как-то сложилось так, что я верю в прекрасное, что я верю, что мир прекрасен, то есть до поры до времени. И вот, собственно, в людях тоже я уверен, так вот был. И вот меня добавила вот эта вот барышня, о которой я сейчас расскажу. Вот, если ты слышишь меня, вот, внимательно слушай. Так вот, она меня добавила в этот чат, где я подумал, что там действительно вот обсуждается, как все-таки вот этих наказать всех, да, причастных к гибели Влада. Ну, спустя день, по-моему, где-то, несколько часов, может быть, я не знаю, может быть, это было, по-моему, 8-го числа апреля. Мне вот Люда пишет о том, что кто такая, почему ты общаешься как-то, я не помню дословно, да, так, приблизительно, там пишет, а что ты делаешь в чате, ну, как бы, наших врагов? Потому что вот одна из вот этих барышень, которую зовут София Шарова или Шарова, ну, тут, в принципе, называть можно как хотите, потому что тут, в принципе, это не столь важно. Так вот, Людмила, значит, что ты там делаешь, да, говорит, ну, как бы, я говорю, ну, там меня вот одна девушка пригласила вот в эту группу, не группу, а чат, ну, и все, как бы, я даже вообще не в курсе, понимаете, потому что, как бы, я в чатах вообще не сижу, потому что у меня нет времени, у меня очень мало времени, потому что у меня своих, как бы, в жизни трудностей, как бы, немало. И, собственно, дело Влада Бахова, я занимаюсь, как говорится, я сам себе одинокий волчок, да, то есть сам себе велосипед, то есть я как-то не смотрю там блогеров как-то, я смотрю только тех вот, кто Валентин Дегтярев там, вот, очень люблю смотреть вот эту Мишу Кочу, вот, и все, ну, и Люду, конечно, Людмилу. И тут, как бы, она мне говорит, что вот как, ну, действительно, что ты там делаешь, то есть она была в недоумении, я говорю, а что там такое интересное? А вот загляни, посмотри, я заглядываю в этот чат, смотрю, ну, как там, могу, обнаружил, что там идет просто травля на людей, в том числе на Людмилу, то есть там просто, вот, знаете, там оскорбления, там клевета сплошная, там, знаете, сплошная травля, там сплошные угрозы были. Вот, я не помню дословно, но я просто уже удалился, наверное, с этого чата. Вот, пока я не могу это проверить, может быть, меня снова туда добавили. Надо, кстати, вот в ближайшее время вот эту Софию Шарову как-то заблокировать или что, вот, потому что это действительно, она оказалась врагом моим, то есть оказалась нашим врагом. И, дорогие друзья, хотел бы вам сказать, что, вот, предупредить, наверное, что проверяйте обязательно, вот, кого вы добавляете в друзья. Потому что даже если у них вот это есть эмблемка, я, мы, Влад Баха, это еще не говорит о том, что они действительно такие люди, в общем-то, за правду, большинство из них люди довольно-таки злонамеренные, и которые на стороне вот именно тех, ну, вы понимаете о ком, тех двенадцати, либо тех, их родителей, может быть, там, всех вот этих порочных правоохранителей. Вот, поэтому, вот, дорогая Людмила, я хочу, как бы, ну, во-первых, как-то простить, ну, принести извинения, да, то, что я был довольно наивный, да, то, что я где-то, ну, как, был слишком уж, наверное, невнимательный. Вот, ну, невнимательный, потому что, вы знаете, я, во-первых, здоровье слабое, да, как бы я тоже так вот все рассматривать там, ну, не обнаружишь тоже, надо все смотреть, это надо времени иметь много, у меня времени в обрез. И, но, то, что я обнаружил, я, конечно, осознал, что не стоит добавлять всех подряд друзья, вот, дорогие друзья, тоже надо смотреть, кого добавлять друзья, будьте немножко разборчивы, вот, дорогие мои подписчики, и не ведитесь на провокации. Вот, если идут угрозы, если идут какие-то, не воспринимайте это всерьез. Блокируйте сразу таких людей, там, в черный список, там, не знаю, удаляйте из друзей вот таких людей. А вот те, кто искренне, действительно, поддерживают дело Влада Баха, которые, действительно, хотят, вот, действительно, люди очень добрые, да, таких, конечно, ну, не так много, да, но все-таки их можно сразу вот обнаружить. Поэтому вот такие, друзья, вот я попался вот на такую, в общем-то, купился, можно сказать, на такую схему. И, то есть, она, действительно, вот, это София Шарова, вот, обращаясь к тебе, вот, Соня, София, да, как тебя, вот, зачем ты так делаешь? Я хочу, чтобы ты одумалась, что ты, по сути, занимаешься делом очень неблагородным. Ты занимаешься делом просто таким, вы знаете, пожалейте родителей, родители потеряли сына, понимаете, своего, свое сокровище, свое золото, своего прекрасного такого парня, который подавал огромные надежды, который был очень юный такой, красивый, прекрасный. Он мог бы найти прекрасную девчонку, он мог бы там жениться, он мог вообще добиться многого. То есть, а какие-то вот куски, я не знаю чего, да, просто какие-то тела, не знаю, как их назвать, просто вот угробили такого замечательного парня. А вы, еще, София, да, вот, смейте, вот, как-то порочить их родителей, порочите блогеров, порочите, вот, Людмилу. Вы зачем вот до такого доходите? Что они вам сделали? Это люди, которые с огромной отдачей трудятся, которые пытаются действительно, вот, сделать какое-то добро, которые пытаются свою частичку вот этой души, как бы, вложить в это дело, чтобы общество в дальнейшем действительно, ну, как-то стало лучше, стало прекраснее. А вы зачем это делаете, София? Вот одумайтесь, пока не поздно. Это я вас уже чисто по-человечески прошу. Ну, если, конечно, это до вас дойдет, конечно. Также вот, обращаясь, Людмила, к вам, да, вот, ну, еще раз говорю то, что не поддавайтесь также на провокации, то есть, ну, как бы, сильно не переживайте, что я сам тоже такой человек, что очень переживаю, это все принимаю. Но вы также будьте осторожны, будьте, конечно, а вы очень смелая девушка, я вас верю, вы молодец, и я хочу, чтобы все у вас было замечательно. Вот. Поэтому, дорогие мои подписчики, вы также будьте разборчивы, когда вас кто-то добавляет в друзья. Или когда вот вы кого-то добавляете, да, потому что этот друг может стать вашим врагом. И вот эта эмблемочка, да, я, мой Влад Бахов, еще ничего не говорит. Это люди маскируются, это люди, ну, создают ширму, что они что-то делают, какое-то там великое дело. На самом деле, конечно, они просто маскируются. Поэтому вот, мои дорогие друзья, блогеры, если кто меня слышит, там, может быть, Коча тоже, вот не ведитесь на это. Спасибо, кто меня посмотрел. Я также был рад всем, конечно, чтобы вы были со мной, да. Увидимся в следующем видеоролике. Всем до встречи и пока.